Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на вебинаре в Доме Знаний. Тема нашего вебинара – «Взаимное расположение прямой и окружности». С этой темой вы уже познакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. Но, тем не менее, в начале нашего вебинара хочется напомнить, как же могут располагаться прямая и окружность по отношению друг к другу. А после этого мы разберем вопросы, поступившие от вас. Итак, давайте посмотрим на окружности. Вообще прямая может пересекать эту окружность. Также прямая может касаться окружности. И еще прямая может не иметь с окружностью ни одной общей точки. Остановимся на каждом случае отдельно. Расстояние от точки до прямой обозначим через демалые. В первом случае это расстояние OH. Оно меньше радиуса окружности OB. И поэтому прямая пересекает нашу окружность. То есть имеет с окружностью две общие точки. В таком случае прямая AB называется секущей по отношению к окружности. Во втором случае это расстояние на рисунке, это OH, равно радиусу окружности. И поэтому прямая имеет с окружностью одну общую точку, то есть касается нашей окружности. В таком случае говорят, что прямая называется касательной к окружности. И в третьем случае расстояние от центра окружности до прямой больше радиуса окружности, то есть отрезок OH больше радиуса R. И, следовательно, прямая не имеет общих точек с нашей окружностью. А теперь перейдем к вопросам. Вы спрашиваете, что значит расстояние от центра окружности до прямой? Дело в том, что это расстояние от точки до прямой на плоскости. И, как мы знаем, это кратчайшее расстояние от точки до прямой. И оно равно длине отрезка, который соединяет точку с прямой и перпендикулярен данной прямой. Перейдем к следующему вопросу. Многие из вас просили на конкретном примере продемонстрировать взаимное расположение окружности и прямой. Приведем пример. Что можно сказать о взаимном расположении прямой и окружности, если диаметр окружности равен 10,6 см, а расстояние от центра окружности до прямой равно в первом случае 5,3 см, во втором случае 1 дециметру, и в третьем случае 43 мм. Давайте разберемся. Поскольку диаметр равен 10,6 см, то, соответственно, радиус окружности будет равен 5,3 см. А теперь нам необходимо просто сравнить расстояние от центра окружности до прямой и наш радиус. В первом случае это расстояние равно 5,3 см, но и наш радиус равен 5,3 см, а следовательно, прямая будет касаться нашей окружности. Во втором случае расстояние от центра окружности до прямой равно 1 дециметру, а значит 10 см. Как мы видим, 10 см, естественно, больше, чем 5,3 см, а значит прямая не будет иметь с окружностью ни одну общую точку. Ну и в последнем случае расстояние от центра окружности до прямой равно 43 мм, а значит 4,3 см. Это значит, что расстояние от центра окружности до прямой меньше, чем радиус окружности. Следовательно, наша прямая будет пересекать окружность. Еще вы попросили разобрать следующее задание. Проведите прямые через каждые две точки. Сколько общих точек имеет каждая из прямых с окружностью? Проведем все возможные прямые и ответим на вопросы задачи. Итак, прямая ВД и окружность не имеют общих точек. Прямая АВ и окружность имеют только одну общую точку. Значит, прямая АВ является касательной к нашей окружности. А вот прямые АС, СД, ВС и АД пересекают окружность, то есть имеют с окружностью две общие точки. Мы уже знаем, что эти прямые будут называться секущими по отношению к окружности. Дорогие ребята, наш вебинар подошел к концу, и я думаю, что он прошел с большой пользой для вас. Смотрите видеоуроки и готовьте по ним вопросы. Я была очень рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. Добавил субтитры Алексею Дубровскому